Строительство детского сада в Полярном, перспективы развития 10-го судоремонтного завода и решение проблемы пустующего жилья в закрытых военных городах. Эти и другие вопросы обсуждались во время визитов в ЗАТО Александровск первого заместителя губернатора Муронской области Алексея Тюкавина. По распоряжению главы региона Алексей Тюкавин стал куратором Большого ЗАТО. Ознакомиться с проблемами Александровцев решил лично, чтобы сосредоточиться на решении первоочередных задач. Одна из таких – строительство детского сада в Полярном. По словам заместителя губернатора, помощь в решении финансовых трудностей должен оказать федеральный бюджет. Дети – это наше будущее, поэтому, естественно, нужно создать все условия и для родителей, и для детей, чтобы дети нормально росли, родители нормально работали. Это первый вопрос. Второй вопрос, что мы реализуем эту программу по детским садам и, кстати, по школе в Североморске с использованием средств федерального центра. Поэтому, конечно же, требования к таким стройкам повышены, и мы должны здесь те средства, которые будут из федерального бюджета выделены, освоить вовремя и, самое главное, эффективно. Поэтому мне очень нужно понять, есть ли здесь реальные проблемы и какие-то нерешенные вопросы, которые могут тормознуть стройку и не позволить нам выполнить задачу. Поэтому будем разбираться и, соответственно, принимать решения. Полярненский 10-го трудового ордена Красного Знамени судоремонтный завод – важная жилка в кровеносной системе ЗАТО. Но даже государственные заказы не спасают предприятия от кризисных ситуаций. К 2030 году предприятия оборонно-промышленного комплекса по указу президента должны повысить долю гражданского значения в производстве минимум до 50%. Завод предлагает разместить на акватории СРЗ плавучий док для ремонта гражданских рыболовных судов, а на берегу – рыбохозяйственный кластер. Это позволит перерабатывать часть морепродуктов на месте, а также экспортировать часть улова в регион и за его пределы. Я считаю, что встреча прошла продуктивно. Те вопросы, которые мы озвучили и которые нас интересуют в ближайшей перспективе, получили подтверждение содействия в наших начинаниях. Ряд вопросов предложили озвучить на деловой неделе, которая пройдет, память не изменяется, 14 ноября. Значит, будем продолжать работать в этом направлении. Вызывает опасения по срокам строительства мусороперегрузочная станция Александровска. Подрядчик заявляет, работы по сортировке начнутся по плану в январе 2019-го. Наступающая зима также заставляет торопиться рабочих в Снежногорске. Здесь заканчиваются работы по формированию комфортной городской среды. Завершился рабочий визит с совещанием, на котором обсудили острые вопросы, например, проблемы, связанные с возрастающим числом безнадзорных животных, тарифами на перевозку пассажиров, которые предприятие вынуждено увеличить. Коснулись и наболевших тем пустующего жилья на территории военных городов. Алексей Тюковин пояснил, что эта проблема повсеместная и предложил главам ЗАТО объединиться. Экономические обоснования, выдвинутые муниципалитетами, могут послужить основой создания региональной программы для получения субсидии. Я очень рад, что теперь курировать будет первый заместитель губернатора Мурманской области. Не только наша ЗАТО, но и ЗАТО Мурманской области, потому что есть ряд проблем, которые действительно выражают общее мнение жителей ЗАТО Мурманской области. В связи с этим мы с Алексеем Михайловичем обсудили все наши проблемные вопросы. Я считаю, что встреча была очень действенной и правильной, и мы нашли моменты взаимопонимания, и самое главное, что мы определили пути решения. Визит первого заместителя главы региона позволил оценить фронт предстоящих работ по софинансированию проектов, а также определил ряд задач для местного самоуправления, которые муниципалитет сможет решить без вмешательства правительства области. Продолжение следует...